Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Федеральное министерство транспорта высказало уверенность в том, что в недалеком будущем дороги в России будут служить дольше. Это связано с введением в нынешнем году новых требований к ремонту и содержанию автотрасс. В результате ведомство планирует ежегодно экономить около 15 миллиардов рублей. А деньги якобы пойдут в первую очередь на строительство объездных дорог рядом с крупными городами. Трасса 101 Автоинспекторы призывают кировчан сообщать им о нарушителях правил дорожного движения. Записи, сделанные с помощью видеорегистраторов, смартфонов и прочих устройств, можно загрузить на сайт ГИБДД в раздел «Прием обращений». Таких отправлений, по данным регионального управления госавтоинспекцией, с начала года было 134. 80 с лишним из них стражи порядка благополучно отработали. Виновные наказаны. Трасса 101 Федеральные службы охраны разрешили перекрывать движение автомобилей и пешеходов, дабы обеспечить беспрепятственный проезд правительственного транспорта. Соответствующий законопроект Госдума приняла в окончательном чтении, выносил его президент Путин. Также служба охраны сможет вскоре бесплатно пользоваться аэродромами, вертолетными площадками, речными и морскими портами. Трасса 101 Одна из столичных компаний, предоставляющая услуги кратковременной аренды автомобилей, собирается установить на них алкозамки. Данная инициатива обосновывается тем, что некоторым клиентам удается сесть за руль нетрезвыми и ведут они себя на дороге нагло. В другой, аналогичной московской фирме, рассказали, что пока обойдутся без алкозамков, но оборудуют авто системой, отслеживающей поведение водителя. В Крыму автомобилистам надо разрешить пересекать двойную сплошную для объезда препятствия. Такую идею озвучил один из депутатов Госдумы. Он сослался на то, что большинство дорог на полуострове убитые, и водители не должны возить с собой доски, чтобы перекладывать их через ямы. В дальнейшем парламентарий предложил распространить новшества на всю страну. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН